Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Американтракт Симулятор. Друзья, рубрика обзоры бета-патчей. Но перед тем, как мы начнем, перед тем, как мы погрузимся полностью в патч 1.39, я сделаю одно очень важное замечание. Этот патч именует себя в данной стадии, конкретно сегодня, как экспериментальный бета-патч. В отличие от бета-патча, эксперименталка постепенно будет пополняться новым контентом. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, готовы к тому, что, возможно, опять же повторюсь, возможно, на канале будут еще появляться такие мини-небольшие ролики с обзором тех или иных нововведений, которые будут сюда добавлены. Пожалуйста, будьте к этому готовы. Не пишите в комментариях, что я пытаюсь как-то похайпить на 1.39 и высасываю там пальцы из факта и специально все это дроблю на несколько видосов. Надеюсь, вы меня поймете. Друзья, переходим к обзору. Первое, что вас нового встретит в 1.39, то же самое будет и в Евротрак, это обновленный лонч-пад. То есть теперь отныне стартовое меню будет выглядеть именно вот так. Как по мне, решение очень спорное, но разработчики, в общем-то, сказали, что это менюшечка, в общем-то, будет ориентировано на будущие дополнения и на будущий контент, который появится как в Американ, так и в Евротрак Симулятор 2. Я, если честно, даже не знаю, что это может быть. Напишите об этом, ребята, в комментариях. Ну и давайте посмотрим, что оно вообще из себя представляет. Менеджер профиля здесь у нас, пожалуйста, остался, да, то есть мы можем здесь, как, в принципе, и в старом меню запуска смотреть, в общем-то, на наше количество гаражей, проведенного времени в игре. Также мы здесь все вообще реально можем посмотреть, ну, так же, как и было, по сути, раньше. Далее, здесь же сразу, что вот новое прикольное появилось, мы сразу же здесь с вами сможем настроить графику. И не только графику, но и вообще все, что здесь есть. То есть прям, ну, неплохо, я хочу сказать. Ну и раз мы с вами зашли сразу в настройки звука, здесь у нас появился новый слайдер, который называется Tract Turbo Volume, то есть, ну, громкость, соответственно, турбины, свиста турбины. Вот это очень, на самом деле, интересный параметр. Но на стоковых звуках ее практически, если честно, и не слышно. Так что я, честно, вот я не нуждался в этом параметре. Меня, в принципе, все на самом деле устраивало. Напишите в комментариях, нужен ли вам лично этот параметр или нет. Вот тут как-то странно. Мы зашли в настройки геймплея, да, и игрового процесса, и у нас почему-то появился гараж. Это очень странно. Ну, а так, если смотреть на остальные менюшечки, нового, в принципе, здесь ничего добавлено не было, да. То есть вот самая-самая такая интересная вещь, это, конечно, лаунчпад. Я думаю, что все-таки разработчикам лучше сюда подтягивать вот эти самые виды красивые из главного меню. Вот это бы было очень прикольно. Также у нас здесь авторы, также у нас здесь имеется меню модификаций. В зависимости, опять же, от выбранного профиля, все это у нас с вами видно. Видно, да, что здесь у меня, допустим, подключено 0 модификаций. Выбираю свой основной профиль. Здесь уже у меня 27 модификаций. Я вижу то, что он подключен к сайту World of Tracks. И здесь я вижу то, что у меня включен Steam Cloud. То есть у меня сохранения никуда не потеряются. Ну, в общем-то, как-то так, друзья. А теперь давайте посмотрим на самое интересное, что было добавлено в бета-патче 1.39. Ну, а самое интересное, друзья, это же, конечно, новые прицепы. Прицепы Lowboy. Был он добавлен здесь, к сожалению, только один. Я очень надеюсь, что они постепенно-постепенно будут добавляться. Выглядит этот прицеп следующим образом. И, ну, что сказать? Обычный дефолтный прицеп. Я не скажу, что это прям сверху вау какая-то модель, которая выделяется просто невероятным качеством, невероятной проработкой. Вполне себе достойная модель, которая имеет право быть дефолтной. Давайте посмотрим, что есть. Тип сцепки, одиночный. Вот такая вот она имеется. Здесь она называется двойная, но на самом деле это для распределения веса. И вот такая есть тройная. То есть это прям для сверх, видимо, очень тяжелых грузов. И, в общем-то, выглядит это очень, я хочу, ребята, сказать солидно. Прям очень-очень монструозно. Именно давайте на этом мы, наверное, проверим тюнинг. По типу кузова он может быть у нас деревом покрыт. Но центральный отсек у нас будет открыт, так скажем, может быть полностью закрыт деревом. И может быть вот так вот он сделан под алюминий. Но весьма интересное решение. Почему бы нет? И, насколько мне известно, в принципе, все лоубои в Америке вот эти части, они имеют из дерева. То есть, как такового алюминия на тех местах, где сами именно колеса техники, либо гусеницы, там оно вроде как не устанавливается. Если что, поправьте меня в комментариях. По шасси. Это еще не все. Это все можно добавлять. Это просто какая-то многоножка. Она даже в кадр, ребята, не влазит. Это очень огромное получается. Это просто для капец каких, наверное, тяжелых грузов все приспособлено. Но вот, кстати, здесь мы с вами сможем и посмотреть те вообще типа грузов, да, которые сюда добавляются. Вот это очень прикольно сделано в галерее. Прям молодцы, переработали. Можно все поглядеть. Вот единственное, чего не хватает, это может быть вес. Вот это было бы прикольно. И, как я понимаю, все это ставится вообще абсолютно без какой-либо привязки к количеству осей, к количеству метров, которые у нас трейлер занимает в пространстве. То есть, в принципе, по барабану. Мы можем даже поставить тупо самый маленький лоубой, который есть одиночный. На него будет точно такой же груз. То есть, разницы не будет абсолютно никакой. Так, ну и, в принципе, все. Да, и те же самые у нас абсолютно здесь идут грузы. Ну, интересно. В принципе, как бы да, может быть. Опять же, кто-то скажет, что мало. Соглашусь, грузов маловато. Но эта эксперименталка, возможно, добавит. Покраска все понятно стандартная. По тюняшкам давайте все смотреть сразу. Крылья. Хм, интересненько. А здесь у нас что идет? А, так еще и эту платформу можно вот так переделать под дерево. Вот это прикольно. Вот это интересненько. Плюс ко всему здесь, конечно, ее можно заменить крыльями, если вам, допустим, эта платформа здесь просто-напросто не нужна. Сюда можно подвесить еще одни дополнительные брызговички. Ну, мало ли, чтобы дорогостоящий груз не закидывало камнями. Здесь добавить еще немножечко лампочек. Вот, пожалуйста, по низу они добавляются. Колеса, ребята, я не смотрю, потому что, ну, в принципе, здесь ничего нового нет. Здесь есть у нас вот такой широкий вариант. Это типа суперсингл, но на него у нас не предусмотрен, как я понимаю, вариант внедорожной резины вообще в целом. Здесь, опять же, вот такие вот можно сделать крылья и вот такую можно сделать платформочку. Ну, неплохо, неплохо. Здесь можно поменять задние фонарики. Здесь у нас меняются брызговички. В этом месте флажочки, пожалуйста. Здесь различного рода оверсайз лоуды у нас подвешиваются. Сам тип бампера можно поменять. Маячки и проблесковые выставить здесь можно. Ну, и тут тоже у нас, соответственно, идет уже эта история. Ну, в принципе, друзья, очень даже не дурно. Я думаю, что новый Western Star, который в игру добавили, он прям с этой сцепкой будет смотреться мега круто. Ну, а теперь, друзья, давайте посмотрим на третью очень интересную функцию, которая, ну, не то что добавилась, а скорее обновилась в бета-патче 1.39. Ну, и, друзья, тот функционал, который появился у нас с вами в последнем релизе дополнения, постепенно перемещается на другие штаты. Конкретно, друзья, осмотр, так скажем, достопримечательностей сейчас появился в Вашингтоне и, соответственно, в Юте. Вот так вот, друзья, эта вся история выглядит. Ну, я думаю, в принципе, вы знаете, если вы катались на новом дополнении, то вы эту всю историю увидите. То есть, как ее заметить на карте, если у вас эта местность, допустим, скажем, не изведана, то у вас там просто будет стоять такой вопросительный знак. Ну, вот, допустим, как вот здесь, да, то есть у меня вроде здесь территория исследована, но в то же время как бы я эту точку не нашел. Все вы все прекрасно понимаете, как это работает. Вы просто берете свой грузовик, ну, в данном случае я просто его поставлю вот так свободной камерой, нажимаем Enter и, соответственно, у нас идет кат-сцена. Показывает, где мы с вами находимся вообще в целом и показывает местность. То есть, вот для обзоров новых DLC это просто какая-то невероятная крутая фишка, которая позволяет очень много времени сэкономить, потому что ты по факту охватываешь все достопримечательности сразу и уже просто потом рассказываешь об этих местах. В общем, друзья, скудновато, я бы сказал. Честно, очень-очень скудновато. Но, опять же, я очень надеюсь, что это всего лишь эксперименталка и мы будем ждать обновления этой эксперименталки, будем ждать чего-то нового. Пока, друзья, на этом все. Вот под такие красивые виды я заканчиваю. Пишите в комментариях, чего лично вы все-таки еще ждете, на что вы еще надеетесь. Друзья, лайк, комментарий, подписка. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok